Трудные места Писания Трудные места Писания Значит ли это, что он не является таковым? Значит ли это, что Библия неправильно о нем учит? Я бы поистерекся давать такие выводы. Но почему же? Смотрите, Библия – это не сборник догматики. Это не катехизис. Вот есть катехизис, там открываешь, там вот с самого начала про Троицу, единосущную, трипостасную, и дальше все по разделам. Да, каждый раздел в логическом порядке изложен. В Библии мы видим историю того, как человечество шло к этому катехизису, но и к очень многим другим вещам, которые в нашей жизни присутствуют. И я абсолютно уверен, что когда эти строки из книги Исаии писались, то тот, кто их произносил, и тот, кто их записывал, совершенно не обязательно это один и тот же человек, скорее всего, даже нет, он не имел в виду единосущного Сына Божьего, второе лицо Пресвятой Троицы и все то, что потом уже было сформулировано в богословии Никейском, 4 века н.э. и после Никейском, ну, хотя бы потому, что на древнееврейском языке, на котором и писались эти строки, ну, нет этих слов единородной, единосущной, ипостась, троица, да, они там не нужны. Давайте я, может быть, обращу внимание не только на эти строки, я напомню, 50 глава, 10 стих, но прочитаю чуть дальше, 52 и 53 глава, причем в своем переводе. Я перевел не раб, а слуга. Раб действительно это что-то такое немножко жалкое, да, вот. Но слуга, он тоже подчинен, вот как бы с единосущностью не вяжется, да, слуга – это точно другое существо, не единосущное хозяину, господину. Да, будет мой слуга успешен и высок, и велик, и вознесен. Как много было тех, кто удивился ему, облик был обезображен, не как у человека. На сына Адама и не был похож. Так многие народы он изумит, и цари пред нему молкнут. Увидят то, о чем не говорилось, поймут то, о чем не слыхивают. Кто поверил тому, что от нас услышал? Кому открылась сила Господня? Он взошел перед ним, как росток, как корень из сухой земли. Неприметен он, невеличествен. Посмотрели мы на него и не разглядели ничего привлекательного. Он был умолен, пред людьми унижен, человек-страдалец, изведавший боль. Отворачивали от него лица, и ни во что мы его не ставили. А он понес на себе наши раны, нашу боль на себя принял. Мы-то думали, что это он Богом поражен, уязлен и унижен. Он был за грехи наши ранен, за пороки наши претерпевал. Он наказан, и мир нам дарован, его страданиями мы исцелились. Смотрите, вот это как большой комментарий к 50-10, 52-13 и дальше, начало 53-й главы. Знаменитое, кстати, место, 53-й главы Исаии, про этого самого отрока, слугу, раба Господня. А это перевод одного и того же слова еврейского. Эвет Адунаи. Эвет – это тот, кто исполняет волю своего отца или господина. Поэтому перевод отрока такой немножко архаичный, он соединяет в себе и то, и другое. И что же это значит? Вот смотрите, Исаия, или вот автор, лучше так назовем, он сам как будто поражен тем, что ему открывается. Этот слуга успешен, высок, велик, вознесен. И одновременно облик его обезображен. Он взошел, как росток, как корень из сухой земли, то есть что-то такое красивое, нежное, даже вот так, зеленый росток. Неприметен, невеличествен, умолен, предлюдьми унижен. Совсем другое. Понес на себя наши раны, нашу боль на себя принял. Мы-то думали, что это он Богом поражен, унизлен и унижен. За грехи наши ранены, его страданиями мы исцелились. Вот смотрите, это не случайно строки, которые воспринимаются как пророчество о Христе. И вот для того, чтобы назвать его единосущным сыном Божьим и поставить свой святой Троица, нужно пройти какую-то очень мощную богословскую школу. Эта школа в свое время будет. Тогда ее еще не было. Но тогда пророк, он замирает перед этой тайной. Вот тот, кто исполняет волю Бога, он одновременно успешен, высок, велик, вознесен и унижен. Как это может быть? Как это может быть, что он страдает за наши грехи? Мы думаем, а это он наказан. Сцена распятия прекрасно сюда вписывается. Собственно, его же формально говоря наказали за грехи, причем которых он не совершал, за мятеж против Римской империи. И в этом есть какая-то тайна. Вот мне гораздо больше нравится, что Библия не катехизис, в котором изложено все по пунктам. Чего она такая большая-то, в конце концов? Вот в тоненькую тетрадочку можно выписать все основные догматы христианской веры. Вот тоненькая, правда, совсем блокнотик такой будет. А тут толстая книга, над пониманием которой люди бьются. Ну, потому что люди бьются над подниманием Бога, над подниманием того, как он действует в истории. И вот это пророчество о том, как слуга, отрок Господень, пророк еще не понимает, кто это, как это будет. С одной стороны, оказывается величайшим, вознесенным, великолепным, а с другой стороны, униженным, распятым, убитым, казненным. И это для нас, а не в силу какой-то трагической ошибки. Вот он замирает перед этой тайной, и Евангелие ее раскрывает. Мне кажется, нам тоже стоит замереть на минуту, потому что мы эти слова знаем, хотя часто повторяем их, в общем, не особенно задумываясь о том, что они значат. А когда видишь вот его распятым, то перед своими глазами, то понимаешь, что вот как это единородный, единосущный сын и поста строится на кресте, не вписывается, и богословы мучительно ищут слова, чтобы это выразить. Так вот, они начали искать еще, начиная с этого пророчества. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.